Отзовитесь! Дело в том, что Эрнеста опаздывал. Пришел? Пришел. Привет. Бывших всегда встречаешь в самых непредсказуемых местах. Шагаешь с другом на устах рассказ о фильтрах Инстаграма. И тут она. Дай бог одна, то и с хахалем каким-то. И он так смотрит деловито. Слыхал, должно быть, про тебя. Бывших всегда встречаешь тупо там. Бормотанием глухим, рассеянной улыбкой, будто ты даже рад, что она с ним. Пойдете дальше. Друг заметит, как изменился ты в лице. Немного помолчите вместе, он вспомнит. Третьего концерт, кого-то там, плюс сет диджейский. А ты вдруг вспомнишь простоту, С которой ее голос резкий. На городском, шумящем и льду тебя окликнул в том году. Бывших всегда встречаешь вкратце. Шум многоточий сгоряча. Пора понять и поменяться. Пора и новых повстречать. Спасибо. Спасибо. Следующее стихотворение посвящается всем тем, кто любит ездить в Петербург. Там очень силен мотив компьютерных игр. Там будет слово «левелах». Это родительный падеж, множественное число, слово «левел». Это уровень по-английски. Ну, вы знаете, но мало ли. Полтора минуты? Ну, я его одной прочту, да. Как краски плачут по холсту, весна рыдает по асфальту. И жизнь игра из всех текстур мне те, что ближе к Ленинграду, В его апрельских левелах даруют больше вдохновения. Но не всегда, увы и ах мне, проходить Петра творенье, Когда вовсю весна пестрит, Когда вот-вот случится днюха, Порой брести родной мне стрит. Апрель изложен слишком сухо на ней, Но мне ласкает слух знакомых тачек, Свист ременный проедет поливалка вдруг, И мне вдохнется Петербург, И мне воспримется величие вселенной. Но как часто мы тоскуем по географически далеким, Не замечая, как в упор на нас глядит с укором легким, Давно прочтенная глава из книги с грубым переплетом. Давайте чаще доставать смартфоны, чтобы делать фото, Давайте лучше делать крюк, чтобы дворами возвращаться, Учиться слышать Петербург в знакомой реплике пространства. Важна весна, об остальном пусть интуиция гадает, А я заслушаюсь ремнем, свистящим в стареньком Хендайе. Спасибо. Спасибо.